Судьба этого байка удивительна и уникальна. И в ней, как в зеркале, отразилась судьба великой страны. У нас остался единственный мотоциклетный завод, который почему-то не продает свою продукцию в России. Всего лишь 3% реализуется у нас и в странах СНГ, а основным рынком до последнего времени являлись США, Канада, Европа и немного Австралия. Но это было до СВО. Как вы догадались, мы говорим про легендарный Урал. Урал – это советский и российский тяжелый мотоцикл, который производят на ИМЗ – Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области. В подавляющем большинстве случаев эксплуатируются с боковым прицепом или коляской. И сегодня продаются модели как с приводом на колесо прицепа, так и без него. Привод колеса люльки отключаемый бездифференциальный. Урал не был единственным мотоциклом с люлькой в СССР. Выпускались также и ЖИ, и Днепры. В Россию также привозились Ява с коляской Велорекс. Но все-таки Урал – это легендарный бренд. Внешний облик и многие технические решения продукции ИМЗ восходят к разработкам довоенной Германии. Байка является дальнейшим развитием М72, который в свою очередь копия немецкого мотоцикла Р71 – голубых пропеллеров. Легендарный 72-й выпускался 1941 по 1960 год. И это была не отверточная сборка и переклеивание шильдиков, а полноценное производство всех аккуратно перерисованных у флицев узлов и деталей. Первоначальное изделие предназначалось сугубо для военных целей и внесло свою немалую лепту в Великую Победу. Однако в середине 50-х байк продается и гражданским. Он становится мегапопулярен в зализывающей тяжелые раны войны стране. В Советском Союзе было два больших, тяжелых, конкурирующих между собой мотоцикла – Урал и Днепр. По мне, это практически один мотоцикл, и многие детали у них взаимозаменяемы. Да, я знаю про подшипники и вкладыши. Я знаю, что Днепр капризнее, но у него лучше коробка и вообще полуавтомат. Но для меня это два больших оппозитных брата, у которых точно общий папа. Ну или мама. А еще, если губы Никанора Ивановича, да представить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязанности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще до родности Ивана Павловича, то точно получился бы идеальный колясочек. Однажды, когда мне было лет 15, к нам на дачу прикатил мой дядя на Черном Красавце Днепре. И мы с ним и моим братом поехали на пруд купаться. И тут мой родственник поинтересовался, а умею ли я управлять мотоциклом. К тому времени я уверенно водил соседские восходы и планеты. И эти байки были настолько в плохом состоянии, что обгоняли разве что пешехода. Но я-то был уверен, что права мне не выдают только по недоразумению. Дядя дал мне ключи. Я бодро завелся, возгнул первую передачу и оказался в пруду. На мне не царапинки, а вот Днепр с коляской полной воды мы доставали часов пять. Дядя приехал на выходные, чтобы отдохнуть. А вместо этого просушивал и продувал детали. Обиделся он на меня страшно. И был за что. А страна в те годы расцветала. И мотоциклы Урала-Днепр стали незаменимыми помощниками колхозников, охотников и рыболовов. Байки помогали строить дома, перевозить больных, собирать урожаи и развозить почту. Какой же из двух байков был популярнее? Урал или Днепр? Я думаю, что Урал. И вот почему. В конце 80-х мой богатый дед, у которого была большая пасека, решил купить мне мотоцикл. Условием было, что когда деду нужно по его коммерческим делам, я беру под козырек и везу его куда надо. К тому времени я водил уже вполне сносно и был на седьмом небе отчасти. Но покупку заблокировали мои родители. Они сказали, что костьми лягут, и транспортное средство тяжелее велосипеда будет у меня только через их труб. Я, конечно, сильно расстроился. Тем более, что дед хотел купить мне именно Урал. Ну вот, примерно такой. Знаменитые Уралы не только исколесили всю нашу страну, но и экспортируются на Кубу, в Монголию, Австралию, в африканские страны. Ирбитский завод за многие годы своего существования выпустил десятки версий. От М-72 до ИМЗ-8 из современных моделей. Среди них были и красавец-одиночка М-52, и М-60-х серий, и Урал, и МЗ-8-123 Соло. А также Турист, Вояж, Кобра, Ретро. Всех модификаций не перечислишь. Даже гайцы гордо рассекали на патрульных версиях Урал и МЗ-8-1233 ДПС. Отдельно нужно сказать о кроссовых и шоссейных кольцевых М-ках. От М-67-36 и М-52С до кросс и МЗ-8-201. На этих мотоциклах ковалась спортивная слава нашей страны, и выигрывались международные соревнования. Кроссовый мотоцикл Урал – надежный соперник многих заводских моделей. Прошли 90-е, и огромная страна развалилась. И на обломках Великой Империи возник отечественный кастомазинг. Бессмысленный и беспощадный. Это вам не какой-нибудь Orange County Chopper's. Тут все было посерьезки. Мотоциклы делались с помощью молотка и такой-то матери. И получались настоящие монстры. Немыслимые двенечные вилки, гигантские рули, огромные покрышки от автомобилей, чеканка и выжигание. Чего только местные кулибины не творили. В конце 90-х вместе со страной развалились и мотоциклетные заводы. А вот и МЗ неожиданно выжил. И тут нужно вспомнить еще одну историю. В 2002 году Республиканская гвардия Ирака заказала 2000 Уралов с колясками для осуществления своей новой стратегии, основанной на тактике высокой мобильности. Официально байки предназначались для Министерства здравоохранения и сельского хозяйства. До начала войны в Ирак в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» было поставлено около 1500 штук. Однако после свержения режима Саддама Хусейна, транспортная компания Ирака вынуждена была расторгнуть контракт. Местные приваривали дополнительную защиту на уязвимые места и коляску Уралов и устанавливали на нее пулемет. Надо отдельно сказать, что военные версии в те времена были и у нас. МЗ-81037 «Жирап», военный мотоцикл, оснащенный пулеметом ПКМБ калибра 7,62 мм на штатной турели. И версия ATGM – носитель ПТРК «Конкурс Кем». После войны солдаты армии США с удовольствием фотографировались на диковинных байках с люльками. А вот представители командования выражали крайнюю обеспокоенность в связи с появлением мотоциклов с пулеметами у иракских повстанцев. Покупать продукцию МЗ и иракцы больше не смогли. А вот американцы вспомнили о трофейных байках, и у завода неожиданно появились спонсоры. В начале 90-х предприятие перешло с полного цикла производства на узловой. В конструкцию и комплектацию мотоциклов был внесен ряд изменений. Конечно, детали со всего мира существенно улучшают надежность и потребительские качества байка. Серийные Урала теперь оснащаются итальянскими телескопическими вилками «Морзуччи», немецкими гидравлическими амортизаторами «Сакс», дисковыми тормозами «Брембо» и многим-многим другим. В конце 90-х Урал становится мотоциклом странных и даже маргинальных личностей. В 98-м году выходит первый отечественный чоппер «Волк», сделанный на базе «Урал-Кобра» путем незначительных доработок и добавления задних амортизаторов. Для кого он был спроектирован неясно и продавался из рук вон плод. Однако на выставке в Нижнем Тагиле в 2000 году мотоцикл получил похвалы от президента Владимира Путина в ходе небольшой презентации. Все дело в том, что «Урал-Волк» был спроектирован заводскими инженерами при участии байкерского клуба «Ночные волки». Президент тогда дружил с хирургом и маркетинг новому чопперу был обеспечен. В 2007 году на таком мотоцикле на фестиваль в Малоярославец приехал странный румын. Все, что у него с собой было, это «Урал-Волк» и немного одежды. По-русски румын не разговаривал, но по-английски сказал нам, что доехал до Владивостока и теперь возвращается обратно. Денег у него не было, мылся он в речках, а спал у своего изрядно потрепанного байка. На голове носил длинные дреды. Мы накормили его и дали немного денег. Так он и путешествовал. Любит у нас в стране сирых и убогих. В 2000-х годах завод «ИМЗ» придумал производить ограниченные серии «Уралов». Первым среди них был байк «Гжель Сахара» 2009 года, расписанный под хохламу, ну, в смысле, под «Гжель». Затем был «Ямал» с веслом 2012 года, ковбойский гаучо «Рэмблер» с мексиканским пледом и чайным набором. Мир 2013 года в стиле шаттлы с солнечной батареей на люльке. В 2015-м был выпущен, наверное, самый стильный «Урал» – «Дагфос» в духе «Звездных войн» со световым мечом. А в 2017-м году в честь 75-летия завода проект «Амбассадор». Такой креатив принес, как это ни странно, свои плоды. «Урал» стал мелькать в большом кино. Чего стоит его появление в фильме «Призрачный гонщик 2»? И в культовом сериале «Американские боги». На протяжении второго сезона «Джинни» и «Салим» путешествуют вместе на мотоцикле с коляской уральского завода. Постепенно из рабочей лошадки «Урал» превратился в развлечение для немногих энтузиастов. Сегодня любители мотоциклов с коляской собираются на свои немногочисленные слеты, самым известным из которых является самовар «Трефен» в Тульской области. О них мы и хотим поговорить с непосредственным участником Алексеем Пелевиным. Алексей, расскажите, что такое самовар «Трефен» сегодня, как вообще возникла эта идея и как он проходит? Это не единственный фестиваль, на который можно ездить. Кроме него есть Лев Николаевич, есть Медведь Шатун. Но, к сожалению, мотоциклов с коляской все меньше и меньше. Людей, способных и имеющих достаточно времени, чтобы их восстановить, и на них ездить, становится тоже все меньше и меньше. А самовар «Трефен» из известных мне, может быть, есть где-то еще, это последний, где именно встречаются владельцы мотоциклов с колясками. Сколько мотоциклов с колясками примерно проезжает на самовар «Трефен» сегодня? Ну, около 30-40, мне кажется, не очень много. Но из них на трассу выходят, конечно же, не все. В лучшем случае, половина. А в правилах указано, что это именно Урал или это любые мотоциклы с колясками? Любые мотоциклы с колясками. Любые. И даже, на самом деле, какие-нибудь, например, «Харлеи» с коляской могут участвовать? Да, конечно. «Харлеи» с коляской на трассу не выходят. Но они там встречаются, да. Там какие-нибудь переделанные иномарки с приделанной коляской, да, конечно, приезжают. То есть в этом году уже в 11-й раз проводился? Проводился уже, да. Как вообще возникла идея купить именно Урал, тем более новый Урал, как бы за кучу денег? Все началось с того, что от знакомого дедушки достался в наследство Старый Днепр, который ломался примерно раз в 100 километров. Ломалось у него абсолютно все. Там лопались шестеренки, отваливались какие-то детали, там шестерни в двигателе лопались. Собственно, целью было поехать в горы на нем. В Грузию конкретно в Амала. Я очень хотел заехать в горы. Когда он был готов, и он был способен заехать в горы, выяснилось, что на мотоцикле без ВИН-номера покинуть пределы России невозможно. Кучу денег было вложено, а за недостатки. Кучу денег было вложено, и времени, да. Днепр до сих пор живет на даче прекрасно, ездит, не ломается. Получилось сделать его надежным и качественным, но поехать на нем путешествовать оказалось невозможно. После этого был куплен герап с новым двигателем. И насколько он ремонтопригоден в современных условиях? То есть, действительно, его можно на поле разобрать, вплоть до двигателя, собрать обратно? Этот нет. Нет? Уже нет? Уже нет. Здесь нет ни одной детали технической, которая совпадала бы или подходила бы от старого Урала или Днепра. Абсолютно все импортное. Там разъемы герметичные, импортные подшипники, сальники. Но к его чести могу сказать, что ремонт в любых условиях, я уже на нем наездил 27 тысяч, пока спидометр не сломался. И из его родных оригинальных деталей не ломается ничего. А как ты думаешь, а почему американцы так полюбили именно Урал? Сложно сказать. Это весело, наверное. Поднимает настроение. А что, ради чего жить, если не поднимать себе настроение? Согласен, абсолютно. Несмотря на глубокую модернизацию, Урала не пользуется спросом в России. Но почему? Да потому что стоит, как чугунный мост. За топовую версию G-Rab просят 2 миллиона рублей. А это две Lada Granta. Автономическая цена объясняется большим объемом иностранных комплектующих и малыми объемными производствами. Оно сократилось от 130 тысяч в начале 90-х до примерно тысячи мотоциклов сегодня. Что, естественно, негативно сказывается на себестоимости продукции. В настоящее время самым крупным рынком для мотоциклов Урал является США, где ИМЗ имеет развитую дилерскую сейфь – 58 центров. И до начала мирового кризиса продавали около 650 аппаратов с коляской в год. Остальное, как мы знаем, уходило микроскопическими партиями в Европу, Канаду и Австралию. Однако ИМЗ не собирался сдаваться. 8 февраля 2014 года 20 мотоциклов Ирбитского завода приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. А в ноябре 2018 года под брендом «Урал» был представлен прототип электрического мотоцикла с коляской. И в деле был создан на базе существующего шасси «Урал» с приводом на одно колесо, мотор, батареи, контроллер и другие компоненты от известного американского производителя электробайков «Зиро Мотосайкл». Сейчас дела ИМЗ совсем плохи. Вслед за молодежью, убежавшей от СВО, в Казахский Петропавловск перебирается и сборка «Уралов». Однако руководство завода делает хорошую мину при плохой игре. Как завод здесь находился, так он и будет. И мы не планируем никуда его переводить. Казахстан – это вторая сборка. Небольшая абсолютно для стран, в которой мы не можем обнаружить мотоциклы. А завод, как работал, так будет работать, произвести мотоциклы. Но перенос сборки в Казахстан не поможет. На опустевший рынок России, да и всего мира, приходят китайцы. Они готовы предложить любой мотоцикл. С коляской, без коляски, трайка или чоппер, малокубатурный байк или двухлитровый тур. Мы постепенно теряем единственный оставшийся отечественный бренд. А эффективные менеджеры с несколькими степенями MBA и EMBA только разводят руками. Это совсем не удивительно. В нашей некогда великой стране больше не ценят труд профессионалов. Настало время агрессивных неучей, умеющих только продавать себя и свои выдуманные достижения. В летописи Ирбитского завода и мотоциклах «Урал» как в зеркале отразилась история нашей страны. Мы вместе воевали и побеждали, строили и едва выживали. Старались подстроиться под неведомый нам рынок и постепенно превращались в изгоев и фриков. Какое будущее ждет страну и мотоциклы «Урал»? Ответить на этот вопрос сегодня не возьмется никто. Мы тоже стараемся изо всех сил найти деньги и сохранить канал. Он нам дорог. И не переключайтесь, ведь дальше будет только интереснее. Редактор субтитров А.Семкин